Та-та обозначает та любит ту. А которую я любит, которую? Обе две, обе двух. Та-та любит ту-ту. Та-та любит ту-ту. Нормально. Занимаюсь с любовью. Как вам сексом? Каким? Обычным. А как вам сексом? Лизбийским. Какие это лизбийские сексы? Настурбации. А что это мастурбация? Это тоже... Ты не знаешь, что такое мастурбация. Такие вопросы. Люди занимаются сексом. Так, что и мужчины занимаются сексом с девушкой. Только занимаются девушкой с девушкой. Как? При помощи вибраторов. Пророчек каких-то... Чего-то такого мужского. Искусственно. Да, нормально. Нормально. Я же нормально. А что же ненормально? А почему секс это... Не вопрос, на самом деле, надо переадресовывать. Не, ну а как можно вот... Вы себе представите, жить без секса. Ну, хорошо. Можно быть... Да, я сидела и мастурбировала и кончала. Космос. Причем было бы чем, а то ведь дезодорантом. Руками, блин, с дезодорантом. С дезодорантом придумала. Мужчиллаком вбивала. Стоиток, он под зубральком вбивала. Твои глаза. Потому что я прочитал, что твои глаза говорили, что это... Правильно? Правильно. Что это правда, да. Это правда. Твои глаза все это говорили, да? Твои глаза, свои глаза... Выражали. Да, это все правда, это все сильно было. Да, действительно, когда у нас была презентация в Москве нашего клипа, у нас было очень много депутатов, около 10 человек. И после чего они увидели нас, в наш клип, они сказали, что этот закон мы можем спокойно отменить. Да, то есть там присутствовал этот человек, который как раз-таки предложил этот закон. И после знакомства с нами просто сказал, что они его отменят. А в плане черных-белых, это что, на виду? Плохих-хороших. В интернете. Что вы говорите? Да нет, ну а людей не бывает хороших, людей не бывает плохих. В каждом человеке есть что-то отрицательное. Они просто разные. Они просто все разные. В каждом человеке есть что-то отрицательное, что-то положительное. Ну и потом, я думаю, что знает каждый, что в каждой стране свой менталитет. И поэтому Россия, конечно, и Москва в частности отличается от остальных городов, стран и так далее. На самом деле, вы знаете, проект наш действительно построен на скандале. Мы скандальная группа. И все идеи песен, все идеи задумок, все идеи клипов, это все идеи, это все наши продюсеры Ивана Шпавлова. То есть кто начинает, начинает развитие Ивана Шпавлова с песен, с текстов, а далее разрывают его люди, какие-то авторы, какие-то композиторы. Но начало все, все исходит от нашего продюсера. И конец тоже относится к продюсерам. Не есть точки, что только актер-камиды, только все позже чудо музыка. И не только просто актерки, а театр были так же соавторами. Ну, соавтор в чем? В стихах он имеется в виду? В музыке? В музыке. Нет, ну на самом деле мы можем писать стихи, но эти стихи к нашу бред по ней не относятся. И все песни пишутся не для того, чтобы мы сыграли это, что это так, а просто пишутся для нашей жизни. Потому что, наверное, любят просто все. Потому что им нравится наша музыка, наша тишина. Наши стихи. А почему вас не нам видят? Ну, потому что не нравимся. Мы, наша музыка, наша тишина. А вы знаете, я считаю, что вообще отношения... А кому вы не нравитесь? Ну, нравится, не нравится, это... Спимая красавица. Да, спимая красавица. Кому не нравится, пусть не слушают. Но что самое интересное, равнодушных никого нет. Равнодушным никто не остается. Не волнует. То есть нас либо любят, либо ненавидят. Я думаю, что это правильное отношение. Потому что Польша знает русский. Потому что когда-то мы были вместе. Это видно? Потому что русский язык, он схож с чем-то. С польским, да. Ну, Владик, да... Я не знаю, очень много разных мальчиков, очень много разных девочек. Кто приходит, они сейчас... Я не знаю, как это сказать? Они занимаются сексом. Они занимаются сексом. Правильно, на русском языке. Я думаю, сказать. Молодой человек приходит, девушки, они могут пойти в магазин купить продукты. Они могут пойти куда-то тусоваться. Люди же, они разные. Я же не могу сказать, если какой-то мальчик, что девочки, что они делают. Телевизор смотрят, может быть. Может быть, уши готовят, может быть, стирают, отходят. Может, пылесосят. Откуда я могу сказать, что они делают. Вот у нас, Лена, тоже по-разному так получается. Это вопрос по тому, что вы готовите. Каждый по-разному. Господи, ну, понимаете, то, что таких законов, как в Америке, по поводу секса и по поводу того, что девушка, которая мне в 18 лет, не имеет право сейчас с человеком, которому 20 лет, это глупо. У нас в Москве такого нет. У нас может сейчас девушка в 15 лет с мужиком, которому 35 лет, и никто ничего не скажет. И так же девушки с девушками. Это незаконно в Америке. Россия, она вообще отличается. И вообще каждый город, каждая страна друг от друга отличается. Пугачева ее назвали. Это, наверное, просто первый человек в России, которая, наверное, как бы начала сама, я думаю, что идти, и она всегда какая-то вот, ну, когда спрашивают в России, ваша самая такая вот давнишняя человек, которую все знают. Да, Пугачева знает, потому что она поет давно, и она выросла, и она, как бы, в принципе, одна из таких вот. Но дело в том, что сейчас Алла Пугачева понимают взрослые люди. То есть очень мало молодежи ее сейчас понимает. Хотя ее песни, как бы они живут, они живы, и действительно, я считаю, что это классический показатель Москвы, может быть. Да? А из популярных групп очень много разных всяческих групп, но... Игорек, это популярный... Игорек? Игорек? Ну да. Но не настолько, что прям Игорек, это все как бы там... Ну, да. А что Россия может... Что Россия может дать Европе? В музыке. Но дело в том, что Европа... У каждой страны есть какой-то свой определенный стиль, может быть. И если в Москве попса она одна, то я думаю, что в Европе и в Америке попса она другая. В России очень красивые мелодии всегда. Хотя все мелодии в России похожи друг на друга. То есть каждый у нас артист сейчас что делает? Ставят одни и те же синтезаторские звуки, и второй артист, когда слышит это музыку, говорит, ага, надо мне поставить тот же звук и сделать что-то из этого звука. И он делает, становится похожее. То есть вот сейчас в России, если в Москве у нас человек, то сейчас вот эта вот попса, вот эта вот долпешка, и этот вот один из вот же синтезаторских там какой-то инструмент, все похоже между собой. И мелодии практически, они все вот на слух, вот у меня, я не знала, то у меня они, например, все практически путаются. Очень мало исполнителей в Москве, в которой действительно вот ты служишь, ты понимаешь, что у человека что-то свое. А если она попса, то она качественно сделана. Другие какие-то звуки, слова, какой-то голос. Потому что в основном все друг подружку, как одну гармошку. Курица не птица, Польша не за границей. Знаем. Курица не птица, Польша не за границей. Да. В каком смысле используется стежок? Не, ну, мы встречались с этим стежком, когда летели в самолете сюда, как раз-таки. Кто-то уже сказал. Вот это да. А так, в принципе... И все это спитам.